Имею честь вам представить Алексея Каптерева, который назвал себя преподавателем МГУ, но на самом деле он гораздо более хороший преподаватель. Сголовьи, ведущего, спасибо. Но мы знаем, что Алексей Каптерев только что приедет из Гарварда на самом деле, и вероятно он сам об этом расскажет. И действительно вам совершенно повезло, поскольку вы сейчас послушаете уникальную встречу. Я не знаю, как это назвать, Алексей, лекцию или презентацию, или выступление. Я надеюсь, что то, что расскажет Алексей, полностью перевернет вашу картину мира, и ваши дети, которые будут в дальнейшем приходить к вам на занятия. Будут этому свидетелем. Алексей, я прошу вас под грома аплодисменты. Спасибо, Максим. Говорят, что счастье – это ожидание минус реальность. И сейчас мне очень нужно много в реальности положить. Таким ожиданием что-то сказать. Здравствуйте, уважаемые телерадиозрители. Я в одной книжке читал, что если камера, на что аудитория, то нужно в камеру говорить, потому что аудитория приходит и выходит, а записи остаются. Но мне кажется, это неправильно, потому что камеры очень много, к тому же, и вам тоже привет. Я поэтому буду с вами говорить, а камера, ну, она есть. Но вам тоже привет, кто через твиттер сейчас смотрит или через что-то. Здравствуйте. Тема моего сегодняшнего выступления вот такая вот. Мне захотелось, мне неинтересно было, ну, прямо вот чему-то учить. Тем более, это странно, учить учителей. Дорогие друзья, которые сбоку там разговаривают. Спасибо. Тема дискуссионная. Мне, на самом деле, интересно самому, если будущее у лекции, мне интересно поговорить с вами. Я поэтому в конце оставлю много очень времени для вопросов, и готовьте вопросы, мне интересно будет общаться, поговорить с вами. Максим, значит, сказал, что я из Гарварда, это как бы не совсем правда, в смысле, что я не преподаю в Гарварде, я просто однажды там выступал. Это не то же самое. Но я действительно был в Гарварде, а у меня вышла такая вот книжка, на русском, к сожалению, нет, но если вы читаете на английском, она хорошая очень. В Гарварде понравилось, собственно, что меня туда позвали. Вот она так вот выглядит, но лучше, наверное, электронную версию заказать на Амазоне продается, потому что дорого очень, с Амазонной доставкой дороже, чем книжка, мне сказали. Но кроме того, что я писал книжку, я еще преподаю вот в таком замечательном учебном заведении, называется «Высшая школа бизнеса МГУ имени Ломоносова». И мне кажется, совершенно парадоксальное какое-то название МГУ имени Ломоносова и «Высшая школа бизнеса» у меня в голове не очень встречается. Ну вот есть такая вещь, как «Высшая школа» — это факультет МГУ, такой он подает дипломы МГУ, и там есть школа бизнеса. У меня бакалавры. Бакалавры — это люди, которые, ну вы знаете, бакалавры 20, там 21 год, я на каком, на третьем курсе преподаю, у меня семестр. Вот, и официально должность моя называется «Борусский преподаватель», а я когда для книжки вот всякие резюме писал, а там тоже нужно указать, кто вы. И я спросил, как я официально называюсь по-английски, и мне сказали, что я называюсь официально «lecturer». Там есть две должности всего. Профессор, ну я явно не профессор, борода не очень. Вот, и «lecturer». Вот я, значит, лектор, то есть я читаю лекции. Это, собственно, моя профессия, и это тема, которая меня очень сильно самого интересует, потому что я действительно много читаю лекции. Для чистоты, просто чтобы понимать, о чем мы с вами говорим, а вот что, мне интересно, скажите, пожалуйста, а кто из вас читает лекции на самом деле? Дайте мне знать. О, не так много. Ну, сколько-то. Скажите, пожалуйста, а кто вообще из вас в основном преподает для совершеннолетних людей, которым больше 18? Ага, хорошо. А для детей, так называемых? Лекция больше намного для детей. Ну ладно, ничего страшного, поговорим про лекции все равно, пододеваться я уже здесь, другой презентации нет. А что такое лекция? Что я называю основной лекцией? Лекция – это такая презентация длительностью больше 30 минут. Тут кто-то меня спросил, будут ли у меня лекции с элементами презентации. Так вот, не может быть и не бывает лекции с элементами презентации, поскольку лекция – это поджанр презентации. Все лекции являются презентацией. Вот просто по определению. Можете, если не верьте, можете в Википедию заглянуть, там ровно так и написано. Определение лекции. Ну, просто длинное очень. Есть такой жанр – мини-лекция. Это отдельно. Я буду про полные лекции говорить. А предметом такой презентации чаще всего у презентации должен быть предмет. В презентациях представления, значит, мы должны что-то представлять. Не бывает презентации без предмета. И вот предметом такой презентации являются факты или какие-то идеи. Да, вряд ли мы, значит, на лекции презентуем товар или услугу. Нет, скорее это цели какие-то у нас связаны с обучением по большей части. Да, правильно? Все согласны? Есть какие-то сейчас дополнения, комментарии? Нет? Пока еще? Хорошо. И вопрос, который меня интересует, это, собственно, можно ли с помощью лекции… Для чего нужна лекция? Можно ли с помощью лекции, во-первых, передать информацию? Можно? Как вам кажется? Да. Ну, наверное, можно, да? Можно ли с помощью лекции научить думать? Не всегда. Уже так, чуть-чуть, да? Можно ли с помощью лекции изменить отношение к чему-то? Можно. Очень. Можно. Есть эксперименты. Сейчас поговорим об этом. Вот. И последнее. Можно ли с помощью лекции обучить поведенческим навыкам? Чему-то можно. Трудно. Чему-то можно, может быть. Значит, я не первый человек во Вселенной, который такие вопросы задал. И даже в известной нам части Вселенной. В 70-м году была публикована такая книга, она несколько переизданий выдержала. Последнее, в начале 2000-х. Дональда Блая, которая называется What's the Use of Lectures? Я ее не читал, но я читал многочисленные пересказы и перепевки. И, в общем, я вам сейчас сразу всю интрибу убью, скажу, что там написано. В общем, выводы, к которым приходит Дональд Блай, на основании огромного количества, там очень хорошо проработаны фактологи, огромное количество исследований проведено по эффективности лекции. Он пришел вот как к моему воду. Он сказал, ну, я бы даже не стал переводить, используйте лекции, чтобы to teach information, чтобы передавать информацию. Не слишком сильно полагайтесь на них в том, что касается, как научить людей думать, как изменить отношение людей к чему-то, и уж тем более, как развить какие-то поведенческие навыки. И я хочу немножко поспорить с этой точкой зрения. Мне кажется, что она не совсем верная. В моем опыте лекции очень плохо подходят для передачи информации. Крайне плохо. Естественно, язык вообще очень плохо подходит для передачи информации. Он, похоже, вообще для этого не очень, как бы сказать, предназначен. Вот, машинные коды, которые программисты оперируют, они хорошо для передачи информации подходят. Потери очень маленькие. Все как это, как выпало, так и, значит, усвоилось с другой стороны. А, естественно, язык плохо. Очень много пропуска и слишком много там эмоций имеет значение. И в моем опыте очень хорошо, наоборот, получается учить людей думать, поменять их отношение к чему-то с поведенческими навыками. Окей, согласен. Первый вопрос, который я вам хочу создать, задать. Скажите, пожалуйста, а когда мы говорим, что есть лекция, между чем и чем мы выбираем? Окей, есть лекция. А что еще? Есть, ну, самое простое, да, традиционная такая связка, что есть поточные лекции, там сидят, там, четыреста человек, а потом мы собираем людей в маленькие группы и их, там, значит, как-то окучиваем уже чуть более индивидуально. Хорошо, а еще? Дискуссии. Дискуссии. Можно и на лекции дискуссию устроить, в принципе, ничего такого там нет. Лаборатории какие-то. Ну, будем считать, что это тоже такое разновидность семинарских занятий, когда мы там практически руками что-то делаем. Последние, там, несколько, я не знаю, 25 лет, наверное, на Западе, может, даже больше, у нас чуть-чуть меньше, это всяческие игры, симуляции, тренинги, вот такой вот интерактив, да, когда мы объединяем людей в группы, заставляем их вести между собой, там, дискуссию или войну, в зависимости от того, как мы, значит, организуем. Мы потом просим от них какой-то фидбэк, или просто даем какие-то схемы, там, карточки какие-то раздаем, да, таким. Скажите, кто-то использует это в вашей практике? Скорее. Ага, а скорее это или лекция, или все-таки, ну, более традиционной формы, больше, как у вас? Да, сначала, это и другое. Не то, и другое, примерно, 50-50. Хорошо. Ну, и какие-то есть самостоятельные работы. Можно сказать, ну, там, идите почитайте это, или, там, не знаю, посмотрите то видео на этом сайте, какие-то такие вещи тоже вполне допустимы. Ну, и что-то, наверное, еще есть. А что еще есть? Я бы что-то не вспомнил сходу. А что вы вспомните? Парагичные мастерские. Ну, вот самостоятельные работы. Что-что еще проще? Парагичные мастерские. Какие мастерские? Педагогические. А что это такое? Это очень интересная форма. Хорошо, ладно, я понял. Долгие рассказы. Спасибо. Практикум. Практикум. Тогда кто-то, кто умеет, показывает, как они. Показывает на самом деле. Спасибо. Ну, хорошо. Ну, вот есть лекции, есть, в общем, все остальное. И у всего есть какие-то сферы применения, все, зачем-то нужно. Что-то выигрывает здесь, что-то выигрывает здесь. Каково достоинство лекций? Зачем нужны, ну, в чем преимущество лекций? Как вам кажется? В чем вам достоинство? Логику можно выстроить. Можно выстроить логику. Ну, везде можно, в какой-то, там, положим классица. Где угодно. Даже, мне кажется, в педагогической мастерской можно выстроить. Харизма лектора. Харизма лектора. Эмоционально большая. И обходывается большая лезь. Диалог с аудиторией. Ну да, конечно. Мне кажется, что лекции, в первую очередь, это дешево, дорогие друзья. Лекции – это очень дешево. Можно собрать огромное количество народу и выстроить против них всего одного человека. Потому что, как только мы удаляемся, ну, там, мы идем в тренинги, предположим. Все, вот, в моем первом тренинге группа была человек, наверное, 40, и тренеров было 4 штуки. Вот, ну, то есть, уже нельзя, потому что нужно посмотреть, что они там делают. На самом деле, для того, чтобы убедиться, что то, что происходит, это что-то разумное, доброе и вечное. Они тоже там, они сами себе придумали, опасно людей отпускать сразу в самостоятельный план плавания. Представляет им кого-то. Вот. Ну и, в общем-то, и все. Ну, это традиционная такая точка зрения. Я не очень согласен. Но вот то, что я читаю раз за разом в методической литературе, там написано, что, ну, по большей части лекция – это пустая трата времени. Потому что очень плохая усваиваемость. Есть там тоже данные. Плохо очень люди помнят. Есть разные способы ведения заметок. Какие-то лучше, какие-то хуже. Но даже с разными способами ведения заметок не очень сильно отличаются результаты. Опять же, среди. Вот. Есть такое вот представление, что это не самый, как минимум, эффективный способ донесения знаний. А тут был большой разговор про компетенции. И с компетенциями тоже как-то не очень, да? Вот. Насколько неэффективны лекции? Ну, как-то так вот они неэффективны. Я коллекционирую такие фотографии. У меня несколько штук есть. Часть из них постановочная, но это совершенно настоящее. Это в какой-то американской кадетской академии, на каком-то выступлении. И интересно, что кроме вот этих двух подлюдей, все вообще спят в кадр так построен хорошо. Может быть, он специальный гипнотизирует? Может быть. Ну, вряд ли. Я думаю, что просто так получается. Я не знаю, как было у вас. Вот в моем опыте это похоже на правду. Ну, то есть, часто действительно так бывает. Особенно на большой лекции. Там уже даже не видно, кто там сидит, а что он делает. Ну, и вообще, что я знаю про их жизнь, может быть, поспят. Вполне же. У меня история, вот мое отношение с лекциями очень простая. Я закончил обычную стандартную российскую среднюю школу в Нижнем Новгороде. У меня там были уроки, никаких лекций не было. Хотя, например, были какие-то что-то из того, что преподаватель делает на уроке, все-таки можно назвать лекцией. Но потом я попал в ВУЗ. Я учился в Плешке, российско-экономическое сейчас университет имени Плеханова. И нехорошо, конечно, говорить так, но там было плохо. Вот с этим. Я запомнил двух преподавателей всего, которые вели у меня математику. Я не люблю математику. Я в школе все время так между тройкой и четверкой, не даже четверку, но так вот колебался. У меня там даже пятерки иногда были просто потому, что я с уважением, с огромным относился к людям, которые математику преподавали. У нас был такой человек, не буду сейчас говорить, как его зовут. Он приходил на занятия в таких черных очках, потому что у него синие чище такие были бы глазами. Он пил страшно. А руки тряслись, когда он в зачетах расписывался. Но он мог подойти к доске, взять мел, сказать, давайте возьмем для примера окружность. И нарисовать на доске идеальную окружность. И вот тоже человек очень сильно любил математику. Я не люблю математику до сих пор. Но я как-то пропитался в этот момент таким уважением к предмету до сих пор остался. Но это серьезно, это два человека. Остальные я не то что имен, я даже лиц не помню. Настолько это все было. Вот так вот, ну, ты спали все, конечно, ужасно на лекции. Вот, потом, я когда институт забыл, а даже еще я институт не закончил, я начал ходить на тренинги разные психологические. И это было, конечно, вообще сказка и феерия, это было совершенно по-другому. То есть я до сих пор благодарен им не за то, чем у меня там научили, это как раз ерунда, а за то, что они совершенно изменили мое отношение к процессу образования. Я вдруг понял, что образование это совершенно не то, что я думал, что это не вот эта вот, значит, унылая тема. А это что-то, что может быть интересно, развлекательно и, ну, и применимо немедленно, а не через когда-то там, у меня был всякий разный там опыт в тренингах. Вот, и я думал, боже мой, как круто, и почему я думал, что я думал, что на тренингах есть упражнения, давайте все делать упражнения. У меня была такая мысль, я пошел учиться на тренера, сам стал тренером, и они делают упражнения, я отдыхаю, я получаю деньги. Такая у меня была какая-то картина реальности. Вот, потом я понял, что это не совсем так, и что упражнение нужно продать. То есть нужно хорошо очень рассказать о нем, понятно, во-первых, а во-вторых, чтобы интересно было его делать потом. И вот это как раз оказалось самой сложной частью всего, а вовсе не само упражнение, которое, естественно, они делают сами. Вот, и поэтому, и я как-то, у меня в этот момент произошел вот такой переворот в голове. Я понял, что говорить намного важнее, чем я думал. Оказывается, от этого очень-очень много зависит. И в какой-то момент я сходил на тренинг, англичанин один был, Денис Перси его звали. Мне когда про этот тренинг рассказывали, мне говорят, там нет никаких упражнений, просто человек с тобой говорит, а у тебя в голове что-то щелкает. И я, в общем-то, пошел на этот тренинг просто, чтобы убедиться в том, что такого не бывает. И я убедился в том, что это возможно. И, конечно, это научно совершенно ненаблюдаемо, потому что таких людей очень мало. Но они есть. И я в этот момент понял, что можно и менять отношение людей к предмету, и заставлять людей думать. Ну, потому что у каждого был такой преподаватель, который заставил думать и изменил отношения. Просто их мало. Вот там на пять лет, мне повезло, у меня был один. Я считаю, большая удача. Я называю то, что я делаю, мастер-классы, хотя об этом очень-очень много от лекций. В основном, то, что я делаю, я разговариваю с людьми. Даю им, конечно, всякие разные задания и разговариваю с ними, обсуждаю результаты этих заданий. Но очень много из того, что я делаю в мастер-классах. Скажите, пожалуйста, кто из вас знаком вот с таким словосочетанием? Это птичьи компании. Есть кто-нибудь? Хотят, начало? Не одна. Хорошо. А кто из вас понимает со слуха по-английски? Многие. Многие, да. Смотрите, это одна из лучших компаний, которые публикуют лекции в мире. Они там вначале, у них есть некая стандартная такая подводка. Они говорят, что лекторы – это профессора и люди из академии, которые были отобраны в аптече экселенс за учительское совершенство. И вот это вот обещание, оно там совершенно оправдывается. Я в какой-то момент открыл для себя эту компанию. Они публикуют огромное количество предмета, которые мне вообще неинтересны были. Я не знаю, в истории Древнего Рима. Вот в школе учили все. Скука страшная. Какой там была в день третий, что он когда сделал? Интересно. Невероятно фантастически интересно. Я далекий от этого человека. Я слушал лекции, я не знаю, по философии Шпангавара. Кто мне мог в институте сказать, что можно интересно об этом рассказать? Я слушал лекции по логике. Мы логика нашу ненавидели. Это единственный человек, которого я помню, как зовут еще. Потому что мы радовались очень, когда умны. Не хорошо так. Но, правда, ненавидели. Вообще скучно было и замудно. А вот, поднишьте. Вот эта компания реально доказывает, что лекция – это жанр. Хотя у них нет даже дискуссии и диалога с людьми. Просто в ухе вам рассказывают что-то. Интересно слушать. Я не знаю, я не то что часы, я месяцы слушал эти лекции. Попробуйте неожиданно увлекать. Не так давно я сидел в одном, как бы это сказать, штабу. Был такой штаб организаторов. Большого мероприятия на несколько сот человек образовательного. И там были игротехники. Вы, наверное, знаете, кто такие игротехники. Все знают. Люди, которые игры организуют. И они жаловались на группы. И жалоба была такая. Очень квалифицированные и компетентные игротехники были. Сразу хочу сказать. Нелюбители какие-нибудь совершенно. Одни из лучших, мне кажется, игротехников. Они не понимают, что они должны были понять в результате игры. Такая была жалоба на группу. И я так вот, я сижу, слушаю, так и думаю, а почему бы просто не сказать им в смысле? Если вы что-то хотите от людей, почему бы не сказать просто? Зачем организовывать какие-то искусственные вот эти вот истории? Я когда начал изучать упражнения, у меня тренингское образование два даже, когда начал изучать, как упражнения организуются, я вдруг понял, что там много очень обмана такого, знаете, мелкого объекта. Ну, то есть не все из того, что вам так вот, тем выводом, который вы приходите сами, как бы, да? Не все из этого реально ваш опыт. Там мастерство просто организации этой игры очень сильно. Вот, мне кажется, очень много можно чего сказать вопросу, только как бы, как сказать. Бизнес-школа, в которой я преподаю, это хорошая бизнес-школа, и там проводят опросы учеников, студентов в конце семестра. Понравилось, не понравилось, там много вопросов задают. Вот, и мне вот поставили такие оценки, сейчас объясню. Это один из вопросов, вот оценка студентами, это моя, а вот это вот средняя по курсу, ну, просто для сравнения других остальных преподавателей, и меня в том числе. Вот, максимальная оценка 4. Вот, посмотрите. Мне кажется, это очень важно, как вам кажется? Изучение дополнительного, то есть, ну, учиться самому, не ждать, пока тем кто-то заставит, или спросит на зачете, или на экзамене, а реально сесть и самому прочитать что-то. Может быть, даже вообще не из списка рекомендованной литературы, а просто в интернет залезть в Википедию и прочитать какую-то дополнительную статью. И в среднем вот так вот. Это неплохо, кстати. Три из четырех возможных – это хорошо, но я что-то делаю лучше. Я стал думать, чего. И похоже, что есть лекции, есть лекции, есть несколько вариантов, возможных, как можно давать эти лекции. И мне кажется, что то, что я делаю, я для себя называю лекцией 2.0. Она немножко отличается от того, что люди обычно называли лекциями. Это какое-то второе поколение, что ли. И я обнаружил, что я не один совершенно во Вселенной, вот открыл для себя теченька, а понимаешь, что огромное количество учителей по всему миру так делают. И вот я вам сейчас расскажу просто, что они делают. Такая у меня идея. Оказывалось, что это известно все. Есть статья, это тоже не единственная статья, а реально есть огромное количество исследований по эффективному лекторству. Мне чем она понравилась? Вот этими вот МД. МД – это доктор of medicine, medical doctor. Это врачи, в какой-то момент сели, у них три года это заняло, и они посчитали, что такое хорошая лекция. Они сидели на большом количестве медицинских конгрессов, я не знаю, были ли вы хоть раз на медицинском конгрессе, я был. Это скука смертная. То есть не сильно отличается от большого количества конгрессов. Один есть человек, который жжет, и все остальные, которые так не помнят. Но они долго сидели, несколько лет. Они вот сейчас я покажу статистику. Опросили больше тысячи слушателей, присутствовали в 50 лекторах, и 69 преподавателей вот так вот это опросили. Там были некоторые лекции, которые два человека вели, поэтому больше преподавателей, чем лекции. И они по вопросам посчитали факторы. От чего зависит, считают ли люди удачные лекции или неудачные. В чем вот секрет хорошей лекции. Оказалось, не очень сложно. Значит, номер один. Выделяются опорные точки в лекции. Удивительно? Да не очень вообще-то, да? По-моему, нет, нормально. Точка 797, все понимают, что это значит? Это максимум один. То есть это вот линейная. Если один, значит линейная зависимость. То есть на плюс одна точка, плюс 10% к эффективности, предположим. А здесь, то есть не все от этого зависит, но 79% зависит от этого. Лектор вовлекает аудиторию. Тут большой вопрос, что значит вовлекает. Мы сейчас обсудим. Номер три. Понятный язык. Не очень много жаргона. Не очень сильно люди утыкаются, значит, в обсуждение того, что так и компетенция вообще. Человеческий язык. Номер пять. Понятные слайды. Тоже, да, странно как. Неужели это влияет? Мало кто по-другому. И последний разбор кейсов. Примеров. Они потом еще сделали агрессионный анализ. Я не очень хорошо там разбираюсь. У меня плохо с математикой. Но в общем, они сказали, что вот есть три фактора. Вот эти вот три. А по ним в большинстве случаев можно предсказать успех. Если вот это вот есть, то скорее всего будет и все остальное. И скорее всего лекция будет удачная. Людям понравится. Мне кажется, не очень сложно. Можно запомнить. Я пытался придумать какую-то мнемоническую аббревиатуру, чтобы облегчить вам запоминание. У меня ничего хорошего не получилось. У меня, знаете, получилось. Значит, опорные точки ОТ вовлекают аудиторию ВА, ПЯ, ПС и ХНЦ. Получилось вот такое вот. Вот вопяпска. Ну, мне кажется, это город какой-то. Вот вопяпска такой. Где-то там, в Калужской, где-то области. Вот вопяпска. Вот. Я сейчас пойду по этому вот вопяпску и буду читать кейсы. Ну, поскольку кейсы, нужно же начать с кейса. Я вам сейчас покажу хорошего лектора. Мы долго смотреть не будем, но пару минут посмотрим. Человек зовут Игорь Риманов. Он преподаватель физики. Он преподает, правда, не у нас, а в Бельгии, в Льеже. Но он русский, и он физик. Вот для студентов, даже, по-моему, для школьников. Лекция про квантовую физику человека рассказывает. Посмотрите, мне кажется, очень интересно. Вот так лучше, да? На самом деле, то, что я буду показывать на слайдах, там совсем немного будет. Там будут такие главные утверждения. А в основном, вот эта лекция такая, рукомахательная. Значит, смотрите за руками, я все буду показывать на память. Сначала я вам расскажу, ну, как бы, идеи, которые есть в современной физике, которая означает то, что происходит внутри атомных ядер, даже еще глубже, внутри частичек. А потом, в самом конце, я покажу несколько слайдов про тот эксперимент, который физики ждут уже многие годы. Вот этот эксперимент уже начали собирать по кусочкам, по деталькам, уже после, ну, 10 лет назад, и в следующем году его запустят. Вот сейчас уже пригодавливаются последние элементы вот самой большой установки, экспериментальной установки в мире. Это большой адронный коллайдер в Швейцаре. И вот этот эксперимент, который в следующем году запустится, даст ответы на многие вопросы и фактически подтолкнет физику к развитию дальше. Поэтому несколько слайдов, вот технических, экспериментальных, покажу, и про этот эксперимент. Вот, ну что ж, поехали. Значит, вы вот здесь собрались. Раз вы здесь собрались, значит, вам интересно физикой. Наверное, вы читали какие-нибудь популярные книжки или статьи, да? И поэтому про устройство мира немножко знаете. Если вам первые 2-3 минуты покажется чем-то знакомым, ничего страшного, потому что я начну с простых вещей. Вот, но будьте внимательны, потому что быстро достаточно я передвигающих вещам, которые в школе не говорятся, не говорятся. Но они достаточно простые, поэтому я тоже хочу про них рассказать. Вопросы есть ли будут, задавайте сразу. Итак, начнем с самых простейших вещей, которые знают, наверное, все. Ну, или почти все. Значит, вот все, что есть вокруг нас, да, вот. С другой стороны, например, пол, воздух, все это состоит из молекул. Молекулы состоят из атома. Это все прекрасно знаете, это находится даже в средних или в начальных классах школы. Молекул на свете очень много. Я не знаю, сколько химики и фанасинтезировали веществ, но я думаю, что миллионы. И каждое вещество, оно особенное, потому что у него есть своя особенная молекула. Вот эти миллионы разных молекул, на самом деле, конструироваться из атомов, состоят не так много. Вот вы тоже, наверное, знаете про геотическую систему, да, что там чуть больше сотни атомов открытых сейчас, сотни элементов. Ну, в природе реально встречаются того меньше. Так вот, из этого всего небольшого количества атомов можно комбинированно создать очень много разных молекул. Атомы, ну, вы тоже это хорошо знаете, неэлементарные, они состоят из компактного ядра, которое там в центре находится, оно очень тяжелое, и электронных оболочек, которые селены. Я вам сейчас рассказываю все эти простые вещи, просто для того, чтобы ввести слова. Потом эти слова будут важны. И, в конце концов, то ядро, которое сидит внутри каждого атома, которое очень маленькое по сравнению с атомом, но очень тяжелое, оно тоже неэлементарное, оно состоит из протончиков и нейтрончиков. Это тоже прекрасно знаете. Это все проходится в школе, и, казалось бы, это очень простые вещи, но на самом деле здесь можно посмотреть на эту ситуацию с чуть-чуть иной стороны, на которую обычно не обращают внимания. Вот я сформулирую это так. Во всех этих ситуациях, которые здесь у нас есть, везде работает принцип, который я назвал принципом комбинированного. Что это такое? Давайте я поясню. Ну, а на самом деле эта идея очень простая. Даже слишком простая, на данный взгляд. Она говорит о том, что более сложные и более тяжелые объекты можно получать из более простых просто присоединением каких-то дополнительных кусочков. То есть чем тяжелее объект, тем больше кусочков в нем есть. И поэтому усложнение объекта неизбежно связано с увеличением количества кусочков. Это работает и для обычных молекул. Вы представляете, какие бывают молекулы? Бывают совсем маленькие. Но если их соединить вместе, то получаются большие молекулы. А есть совсем гигантские молекулы, состоящие из большого-большого числа атомов. То же самое работает в атомах, то же самое даже работает в атомных ядрах. Потому что есть ядра очень маленькие, например, эта частица, она очень маленькое ядро. Но если присобачивают туда дополнительные протоны и нейтроны, то получается, в результате, тяжелый ядр. Казалось бы, зачем про это столько говорить, да? Это все вообще элементарно. Казалось бы, как вообще иначе это может быть? Настолько это очевидно. Так вот, когда мы сейчас окунемся в глубину протона, то там будет совсем иначе, там это не будет работать. Но это будет через 5 минут. А пока что давайте посмотрим, до чего докопалась физика сейчас. Как вам, понравилось? Я в бешеном восторге. Я посмотрел всю лекцию целиком. Я не люблю физику вообще-то. У меня тоже физика из той же сервисной математики. Что? Игорь Иванов. Это лекция, которую он делал для фонда «Династия». «Династия» это… У нас эти элементы. У нас эти элементы есть, да. Можно посмотреть. Их много таких. Скажите, пожалуйста, ну вот из того маленького отрезка, который мы видели, как вам показалось? Ключевые точки выделялись? Выделялись. Выделялись. Я часто еще не заканчивал предложение вопросами. Да, правда? Да. Как бы так это… Смотрел в зал. Достаточно понятно? Ну, он начал с простого. Но мне понравилось, что он ввел сначала терминологию, только потом пошел во всякие квантовые феномены. Скажите, слайды понятны? Понятно. Угу. 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 Кейсы я разбирал, но мы не увидели. Но, ну, предположительно, да, там он потом начал отказать про этот эксперимент дал. А есть ли что еще интересное, что вы заметили вот про этого человека? Ну, не знаю, может, что вам лично понравилось? Собачивает. Да, да. Свободно держится. Не педагогический язык, как мне в одной аудитории сказали. Да. Ну, и он моложе меня. Ну, вот, я не знаю. Там по всей видимости меня тоже на одной конференции спросили, скажите, а вот вы сказали слово «фигня» тут, а вы так с студентами тоже так говорите? И, ну, посыл был такой, что я не могу вот так разговаривать. Со студентами, мне кажется, это не педагогично. Я совершенно согласен, что это не педагогично для того человека, который мне это сказал. Потому что она не разговаривает таким языком в быту. Это правда. Но если бы разговаривать так в быту, я не вижу никаких причин не разговаривать так с людьми. Ну, потому что ничем не отличается. Точно так же. Образование – это не выделенный какой-то кусок жизни, знаете, вот отдельно так. Вот, нет, это просто продолжение нашей жизни. Если вы в жизни такой, ведите себя и с людьми так же. Естественно. Да, естественно. Мне очень понравился вот этот вот момент, который он сказал, что если у вас есть вопросы, задавайте сразу. И я хочу здесь у него поучиться. Если есть вопросы, дорогие друзья, задавайте сразу. Правда, поднимайте руку. Вас тут много? Поднимайте руку, я буду отвечать. Мне кажется, что это большое такое, как бы сказать, искусство тоже лекторское. импровизирует по ходу. Не просто встал вот на рельсы какие-то и поехал, да? И не свернешь его с наезженного пути. А готовность отклоняться от темы, импровизировать и все равно потом возвращаться обратно. Потому что я знаю, куда мне возвращаться, если что. Ну что же. Вот такой вот кейс. Понятные слайды. Скажите, пожалуйста, кто из вас слайды использует в работе? Подавляющее большинство. А есть кто-то, кто не использует? Один человек. А почему? А каждый раз приходится одно и то же писать. Не смущает? Ничего страшного. А долгое время? Не долгое. Хорошо. Значит, я не знаю, как выглядят ваши слайды, дорогие друзья. Правда, я не знаю. Но я видел очень много слайдов учителей. Я хочу вам сказать, что слайды по квантовой физике выглядят вот так вот. Мне кажется, квантовая физика – это очень сложно. Если ваши слайды выглядят сложнее, чем вот это, это значит, что-то не так. Вот примерно какое-то такое количество текста и примерно какие-то такие картинки. Потому что это квантовая физика. Сложнее, понимаете, некуда. Вот. Можно упростить. Правда. Я не знаю, кого я сейчас критикую, по каким основаниям. Простите меня, если что. Может, у вас еще проще. Вот. Но просто большинство слайдов вот в моей бизнес-школе, в том числе, которые я вижу, они выглядят как-то вот так вот. Переназум. Спасибо. Ну, я специально по-английски написал, чтобы никто не учитывался. Но, в общем, суть какая-то такая. И, ну, если мне вдруг такое попадается и меня просят помочь, то очень быстро это превращается вот в это вот. И люди говорят, господи, какой ужас, как так можно, значит, все сокращать, здесь же ничего не понятно. Вот. Знаете, ничего нормального. Понятно. Кто был на лекции, вспомнит. Кто не был, да, не вспомнит. Но это не учебник, в конце концов. Хотя там есть это самое. Принципы, к которым можно и… Ну вот, сейчас дойдем до этого. Скажите, пожалуйста, кто из вас знает про… Это называется эффект эстетики юзабилити. Есть кто-то, кто слышал про это? Один, два… Спасибо. Это человек, который читал мою книгу. Да. Слышал про это. Слышал про это. Тимур там сидит. Этот эффект, который был в начале 90-х в Японии, дорогие друзья, в японцах. Они изучали банкоматы. Они делали интерфейсы для банкоматов, чтобы банкоматы хорошо деньги выдавали, чтобы люди им пользовались. Комиссия. В общем, влог. Вот. Все такое. И они пробовали разные варианты дизайна для этих банкоматов. Какие там кнопки на них. Вот. И они обнаружили, что люди воспринимают банкоматы, которые красивее. Вот. Количество кнопок одинаковое. Пункты в меню точно такие же. Но просто на кнопки приятно смотреть. И люди говорят, что такие банкоматы проще. Они не проще вообще нисколько. То есть они ровно настолько же сложны. Вот. Но кажется, что проще. Люди как-то охотнее пользуются. Охотнее их осваивают. Потому что для многих это ну вызов реальный. Машина. Вот. И в Японии там они пробовали это делать еще до того, как банкоматы были сделаны. То есть люди реально не пользовались. И был долгующий вопрос, что если они попользуются. Сохранится ли эффект. Или может это только еболцы такие. Вот. И потом эти эксперименты были поставлены уже в 2000-х годах в Израиле и в Штатах тоже. Вот. Эффект сохраняется. Ну то есть красивые вещи кажутся людям проще. И поэтому, дорогие друзья, у меня нет этой книжки, в смысле нет такого слайда. Но запишите. Кто знает? Есть такая книжка, называется «Дизайн для недизайнеров». Есть кто-то, кто знает? Тимур не поднимай. Запишите, пожалуйста, «Дизайн для недизайнеров». Мы все с вами не дизайнеры. Я тоже не дизайнер. Пора. Вот раньше это самое. Учили писать людей. И те, кто люди, которые писать умели, ну вот в средние века, у них было большое конкурентное преимущество. Потому что никто не умел писать. И если вы умеете писать, у вас работа чище и с более приятными людьми. Так? Сейчас все умеют писать. Нет больше. Ну то есть нельзя просто найти работу, если вы не умеете писать. Ну можно, наверное, грузчик какой-нибудь. Такой какой-то. Вот. Дизайн – это новое письмо, дорогие друзья. Люди общаются друг с другом на языке дизайна. Это просто новый способ коммуникации. Это самое. Бизнесменам не нужно лучше понимать дизайнеров, им нужно самим стать дизайнерами. Сказал декан одной бизнес-школы. Дизайнерам это не нравится. Они как бы держатся за свои рабочие места. Вот. Но знаете, писарю тоже не нравилось. И этим монахам, которые там в монастырях писали, тоже не нравилось, что что-то в простонародье начало писать. Вот. Ничего. Это очень… Правда, серьезно. Дизайнерами дизайнеров. Просто расширяет очень сильные возможности ваши. Например, вы можете делать вот какие штуки. Я вам сейчас покажу. Вы перестаете вот это делать, потому что это катастрофа, и начинаете делать куда более сложные и интересные вещи, которые работают одновременно и как раздатки, и как слайды. Сейчас покажу. Вот посмотрите на эту диаграмму. Мне кажется, она безумно крутая. Я очень много вдохновения из нее почерпал. Это французский такой был человек, Минар его звали. Его спросили, почему рухнул мост. И он ответил вот такой вот картинкой. Видно, почему рухнул мост? Да. Видно? Основание. Мне кажется, это безумно круто. И обратите внимание, если очень хочется, то вот здесь вот что-то подписано, да? Но, честно говоря, не видно и, в общем-то, не обязательно. Вот. Но для тех, кому надо, они могут разобраться. Какой там силы было, это течение, да? Ну, подмыло, если кто не понял, подмыло дно реки, и он упал. Вот. И если вы, ну, вот, начинаете сматриваться и понимать, как устроена информация и как можно с помощью дизайна, это не только про то, чтобы красиво, а еще про то, чтобы смысл был. Смысл – это про выделение как раз тех самых ключевых точек. Вы перестаете делать вот это, я вам сейчас покажу фокус. Посмотрите. Лучше? Да. Вот посмотрите, парадоксально, я уменьшил размер шрифта, а читаемость улучшилась. Читаемость улучшилась, да. Как вот это может быть? А вот так вот. А смотрите еще. Лучше? Да, потому что ключевая. Потому что ключевая. А вот смотрите, а так? Еще лучше. Еще лучше. Вот это, правда, это не очень сложно. Вообще не сложно. Не больше времени уходит на то, чтобы так сделать, чем у меня прокликать. Но просто что-то у вас в голове щелкает. Вот я сейчас с вами поговорил, и, наверное, что-то щелкнуло. Вы просто начинаете фильтровать, что есть заголовок, он должен быть большой, яркий, и исключевые точки опорные, они тоже должны быть какие-то большие. А есть все остальное. Захотят, прочитают, не прочитают – ну, я скажу. Вот поэтому не очень просто выступать, но можно и на анимацию нужно. Вот. И намного лучше, чем просто вот такой вот сплошной текст. Потому что тексты они все равно раньше вас успевают прочитать. Вы не нужны. Зачем сидите в слайде? Вот. Короче говоря, понятные слайды. Опять же, не знаю, к кому призыв. Вижу повалом, что многие из вас это преодолели. Некоторые даже в прошлых жизнях вот я вижу. Вот. Но на всякий случай повторю. Пожалуйста, управляйте. Это самое-самое простое, что вы можете сделать. Чуть-чуть подумать и выкинуть лишнее. Выкидывайте. Много очень лишнего преподавателя. Второе – это запишите название книжки. Дизайн для не дизайнера. Очень хорошая книжка. У этого же автора, кстати, есть книжка по презентациям. Не читайте ее, она не понимает презентацию. Это парадокс. Она вот разбирается там в дизайне буклета, брошюр, веб-сайта даже немножко. И очень хорошая книжка вот про это. И можно понять что-то про презентацию оттуда. А вот про презентацию – это страна. Не важно. Вот. И информационная иерархия. Вот то, что я сделал только что. Главное, второстепенное, третьестепенное. И, значит, главное – большое, яркое, все остальное чуть поменьше. Дорогие друзья, это были слайды. И следующий пункт в нашем путешествии – понятный язык. Меня очень пугает это словосочетание. Очень пугает. Сейчас вот там мне сказали, что они педагогично используются. А у меня. Ну, это похоже больше всего. Ну, как они, вроде, простые очень люди, серьезные. Вопросы. Вопросы. Мне какие-то красоты хотелось. Спасибо. Вот почувствовала. Ваш взгляд отличается или аудитория в Гарбарде? Как сильно? Как сильно отличается? И чем? Ну, не очень сильно. То есть, главные мои проблемы с Гарбардом были связаны с тем, что мне нужно говорить на английском. А все-таки, при том, что я достаточно хорошо говорю, все равно я говорю намного хуже, чем по-русски. Я как-то в этот момент еще раз понял, что есть над чем работать. А все остальное, ну так, они чуть-чуть более задумчивы. Там видно прямо, что они на каком-то другом уровне анализируют то, что вы говорите. И вот я им показываю какой-нибудь прикол, скажем. Ну, так запланировано, что это прикол. Я сам сажусь вот сюда и смотрю с ними. Я до конца долистал, а они им смеются. И я им говорю, this is funny, love. Они смеются. Реагируют. Так что они верят, реагируют. А «Прямо последнего Brexit» Вы видите «Покорботреб었던 Yaf certificates»